Всем привет! Если уже кто-нибудь смотрел мои обзоры, то возможно заметили, что я пользуюсь на одной руке Mi Band 2, а на другой руке обычными часами. Почему так? Mi Band я пользуюсь для будильника, уведомлений, подсчета шагов, но все же на обычных часах смотреть время удобнее. И также пользуюсь таймером на этих часах. Смотрите, что будет, если соединить эти два устройства. Вот такая магия и у нас получился Amazfit Bip Smartwatch от Xiaomi. Если вам интересна распаковка, она будет в самом конце. А вначале я хотел бы поговорить о каких-то особенностях Amazfit Bip. Цвет этих часов называется красный киновар. Есть такой камень, это цвет что-то среднее между красным и оранжевым. Мне очень нравится этот цвет. Вначале немного пробегусь по характеристикам этих часов. Ремешок изготовлен из гипоаллергенного силикона. Корпус изготовлен из поликарбоната. Экран защищает закаленное стекло от Gorilla Glass 3-го поколения. Разрешение экрана 176х176 пикселей. 1,27 дюймовый. Дисплей рефлективного типа. Особенностью рефлективного дисплея является то, что чем больше света на него попадает, тем ярче на нем все отображается. В часах есть GPS и GLONASS. Bluetooth 4.0. Защита от воды и пыли по стандарту IP68. Часы весят всего лишь 32 грамма. В часах встроенный литий-полимерный аккумулятор на 200 мАч, которых по заявке производителя должно хватить на 45 дней. Ну а теперь давайте я вам расскажу, что интересного в них есть. Прежде всего я хотел бы сказать о продолжительности жизни батареи этих часов. Я ими пользуюсь уже 11 дней. И как вы можете видеть в верхнем правом углу, заряд батареи сейчас составляет 77%. То есть это приблизительно 2% в день израсходовалось при текущем использовании. Я могу сказать, что я абсолютно не экономил батарею. Я и делал тренировки, и два раза обновлялась прошивка при первом подключении, и потом еще обновил самифит, и соответственно прошивка. Уведомлений у меня много приходит, и будильник работает, и много чего я пользую из функционала этих часов. Вот вы можете видеть, как за 11 дней израсходовалось всего лишь 23% заряда батареи. Для многих при выборе смарт-вотча возможно будет определяющим фактор работы часов от одного заряда батареи. И вполне вероятно, что они отработают 45 дней от одного заряда, как заявляет производитель. Я думаю, это очень прекрасный результат. Необходимость заряжать умные часы всего лишь один раз в месяц. Экран постоянно включен и показывает какую-то информацию, но он заблокирован. Чтобы его разблокировать и начать пользоваться какими-то функциями, нужно нажать на эту единственную кнопку сбоку, и тогда экран разблокируется. Также эта кнопка предназначена для возврата на шаг назад. То есть, если вы куда-то попали и нажимаете кнопку, возвращаетесь обратно в меню, и также возвращаетесь обратно. По сравнению с Mi Band 2, теперь вы можете не только узнавать, что вам пришло какое-то уведомление с какого-то приложения, но и читать его прямо на экране вашего смарт-вотча. Также вы можете прочитать его после. Это можно сделать свайпом снизу и просматривать все последние уведомления, которые вам пришли. Хранится 10 уведомлений последних. Также вы можете очистить все уведомления, либо же по отдельности можно удалять каждое уведомление. Режим Don't Know Deserve, что означает не беспокоить, вынесен из приложения в часы. Его можно просмотреть свайпом вверх. Он может быть автоматический, или вы можете его включить. Экран имеет олеофобное покрытие и очень приятный на ощупь. Давайте пройдемся по меню, и я покажу вам, что здесь еще есть интересного. Первый пункт меню – это статус. Здесь можно посмотреть подробную фитнес-информацию. Количество пройденных шагов, пульс текущий, дистанцию, количество сложенных калорий и также количество сессий больше одного часа, когда вы сидели на одном месте. Запустить режим тренировки теперь можно тоже прямо с часов. Это можно сделать из второго пункта меню – активность. Можно запустить пробежку на улице, пробежку на велодорожке, езду на велосипеде и прогулку. Также здесь есть история активности. Вот мои несколько тренировок. Если зайти в какую-либо тренировку, можно посмотреть подробную информацию. Время, скорость, пульс, количество шагов. Также есть настройки активности. Здесь можно установить, при каком пульсе выйдет уведомление. Также теперь у вас погода прямо в часах. Заходим в пункт меню «Погоды» и смотрим текущую погоду и еще на 4 дня. Это может быть довольно полезно, когда вы, например, встретились с каким-то другом и он говорит «Идемте на шашлыки в эти выходные». А тебе не нужно доставать смартфон, чтобы посмотреть погоду. Можно сделать это прямо в часах и сказать «Ну, например, будет хорошая погода, давайте пойдем». Или, например, «А к сожалению, я смотрю сейчас, что погода будет не очень и мы не сможем пойти». Также теперь стало проще управляться с будильниками. Достаточно настроить все будильники в приложении и затем вы можете в часах их включать или выключать. Далее есть функция, которой так мне не хватало в Mi Band 2. Это секундомер и таймер. Я очень часто пользуюсь таймером. Мне это довольно полезно. Еще в этих часах есть встроенный электрический компас. Как вы видите, он работает сейчас даже и я могу сказать, что направление на север показывает правильное. Также здесь еще есть дополнительная информация о ваших текущих координатах, высоте и давлении воздуха. Но чтобы их увидеть, нужно немножко подождать. Вот подгрузились все данные, давление, высоты и координаты. Я думаю, это может быть полезным людям, которые занимаются туризмом, походами или просто каким-то активным отдыхом. Также в приложении Mi Fit можно настроить получение уведомлений на часах, если часы потеряли связь с телефоном. Я считаю, что это тоже очень полезная функция. Например, вы можете быстро узнать, что вы забыли телефон дома или даже где-то в кафе или в каком-то месте и вернуться за ним. Также в часах есть функция найти устройство. Этот пункт есть в настройках и называется Find Device. При этом телефон начинает громко пищать и вы можете с легкостью найти, где он лежит. Самый хуже вариант может быть, если у вас украли телефон, вытащили где-то и вы сразу получите уведомление, что потеряно соединение с телефоном. Потом вы это узнаете и если вдруг вам удастся получить заново соединение с телефоном, часов с телефоном, то вы можете активировать функцию найти телефон и он начнет громко пищать. Я думаю, в этом случае вы найдете виновника и можете вернуть себе телефон. Еще особенностью этих смарт-вотчей является то, что можно настроить вот этот основной экран. Можно выставить экран такой, как вам нравится. Это можно сделать либо в настройках. Первый пункт Watch Face. Здесь расположен стандартный набор Watch Face. И можно выбрать на любой вкус. Либо это можно сделать также в самом приложении Mi Fit. Также в настройках можно выставить, что будет происходить по долгому нажатию основной кнопки одной. Это запуск одной из четырех видов тренировки. Либо выключение. Также можно настроить яркость. Найти устройство, я уже говорил. Про часы. Здесь Bluetooth адрес и версия прошивки. И сброс к заводским настройкам. Перед тем, как заказать эти часы, я смотрел много видео обзоров на них. И часто ребята сравнивали Amazfit Bip с Apple Watch. Но я считаю это очень неуместное сравнение, так как Apple Watch стоят в 6 раз дороже. А Amazfit Bip за свои деньги очень качественный и довольно полезный девайс. Конечно, все зависит от потребностей пользователя. Но я считаю, что за такие деньги получились очень хорошие умные часы. Например, мне их функционала более чем достаточно. Вот мы и добрались до самой распаковки Amazfit Bip. Поставляются часы вот такой уже традиционной белой коробки для Xiaomi. Вот в таком состоянии я получил коробку. И хочу сказать, что на GearBest не очень умеют упаковывать. Есть помятые края везде. Нужно было хотя бы в пупырку обернуть эту коробку. И она была бы не такая помятая. Но я думаю, если вы планируете такие часы на подарок и свяжетесь с службой поддержки перед отправкой товара, я надеюсь, они лучше упакуют посылку перед отправкой. Спереди у нас кроме логотипа Amazfit ничего нет. Со всех сторон тоже пусто. Сзади у нас описание часов. Давайте уже откроем коробку и посмотрим, как все скомплектовано внутри. И так в коробке у нас кроме самих часов еще находится док-станция для зарядки и инструкция. Инструкция, кроме китайского, еще на английском языке. И вот такая станция для зарядки смарт-часов. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь не провод торчал, а был выход под microUSB, чтобы можно было использовать любой провод. На часах есть вот такие два контакта. И они сюда устанавливаются. Часы плотно защелкиваются в эту док-станцию. Кабель довольно длинный, около 50 см. Я думаю, его всем хватит. А при необходимости можно лишнее свернуть. И сейчас самый волнительный момент – это снятие пленочки. Мне не хотелось бы выделять какие-то минусы или плюсы этих часов. Я думаю, это сделает каждый сам для себя. Хочу отметить, что они полностью оправдали мои ожидания, как они проявили себя в работе. Очень мне понравился цвет, функционал, все, что в них есть. Я остался очень доволен этими часами. Сегодня на обзоре был вот такой смарт-вотч Amazfit Bip. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много интересного видео. До скорого!